Итак, уважаемые зрители, я рад вас снова поприветствовать при дворе нашей Великой Новгородской или же попросту Русской торговой империи на заключительной серии данной партии, в которой мы наконец-то столкнемся лицом к лицу с нашими западными соперниками в лице империи франков, которые уже почти стали священной римской империей, если бы они более удачно провели экспансию в Ломбардию. А так, у них не хватает земель, и они являются просто французской империей, которая разожралась, получила всю Иберию, получила достаточно значительную часть Северной Африки, земли на Британских островах, ну и по сути дела это единое европейское государство, без пяти минут. Ну, Шотланды, Ирланды, то есть Шотландия, Ирландия, Ломбардия, то есть та же самая Италия, не в счет, не в счет. Ну и сейчас мы будем бодаться с этими мастодонтами. По раскладу сил они нас немного опережают, а именно, буквально у них 60 тысяч, а у нас 56, буквально на 4 тысячи. Но они сейчас сражаются где-то в Африке, так что у нас будет время на проведение быстрой повеносной войны, того же самого Блицкрига. Наша гвардия и наши немники уже находятся на границах, также мы поднимем нашу армию из Водчины и нашу армию вассалов. И я надеюсь, они успеют подойти и помочь нам в нашем священном деле, в нашей священной войне. Ну и по сути дела, давайте приступать. За что мы будем объявлять войну нашим французским соседям? На мой взгляд, самыми профитными такими королевствами являются либо же Германия, либо же непосредственно королевство Франция. Остальные, конечно, тоже достаточно привлекательны некоторые, но, на мой взгляд, именно те, названные мною два королевства, являются самыми богатыми и самыми желанными для нас. Так что за них мы будем объявлять войну. Ну, с одной стороны, объявить войну Германии. Мы получим земли, которые будут... Нет, они тоже будут некрасиво смотреться. Здесь будет пара провинций, которые принадлежат не Германии, а Померании, за Померанию еще придется воевать. Здесь тоже земли принадлежат Баварии, так что что там некрасиво, что тут некрасиво. Но, я все-таки буду объявлять войну за королевство Франции, потому что до юроземля данного королевства находится нынешняя столица Франков. Поэтому, Франки, ждите нас. Скоро русская армия войдет в Париж. Объявляем войну, великое завоевание и отправляем. Так, кстати говоря, что по пактам, по пактам ничего интересного, что для нас, разумеется, в плюс. В наших армиях, по крайней мере, в большинстве из них находятся китайские генералы, а вот эти две армии у нас являются, по сути дела, наемными. И в них неплохо было бы сделать что? В них неплохо было бы тоже кого-то назначить, хотя бы одного. Так, здесь один есть, здесь один есть. Ну и, в принципе, этого будет достаточно. Как вариант, мы можем просто подождать, пока армии противника придут к нам сами. И пока пооккупировать несколько приграничных провинций. Так, попутно. Поднимаем войска из нашей вотчины. Сейчас их будет очень так тяжело собирать, но я думаю, мы как-нибудь с этим справимся. Так, сюда, сюда. Так, вот сюда. Так, сюда тоже. Ну и всех отправляем на территорию близкую к территории Венгрии. Точнее, не близкую. Короче, просто на территорию Венгрии. Так будет сказать правильнее. Ребятки, давайте шкандэбадием на территорию Венгрии. Вы будете нашей подмогой в случае чего. А мы что, пока что переходим на приграничные территории. Посмотрим, сколько будут нам давать осады данных провинций. По идее, они нам должны давать очень даже неплохие очки. А это значит что? Так, здесь начинаются сразу сражения. И я бы даже сделал следующее. Поставил здесь командиров получше. Так, 24, 28. И, пожалуй, даже поставил бы какого-нибудь... Ну, даже вот этого храброго китайца. 32. В таком случае, вот так. Поменяем местами. И... Вот. Нет, так, сланга. Все было правильно. Прошу прощения. Вот так. И вот так. Замечательно. Теперь ждем, пока армии франков подойдут к нам. И мы подведем еще и подмогу нашим армиям. А когда вы потом прибудете? Вы прибудете 22 октября. Уже можно подводить. Так, отлично прибыли. И мы даже без подмоги расправимся с нашими противниками. Но подмога на всякий случай не помешает. Потому что вдруг у франков там где-то 10 тысяч в запасе есть. А если они на нас нападут, это будет очень даже неприятно. Так. Поражение. Фактура осаждена, но не беда. Так, сразу же... Прекрасный китайский генерал погибает в бою. В возрасте 63 лет. Нам будет его не хватать. Увы и ах. Увы и ах. И... Ёпреса-те. Абасиды терпят поражение от... Китая. Надеюсь, нет. Абасиды не стали данниками и не стали частью протектората Сьюи. Что для нас хорошо. Но для нас это и плохо. Потому что раз война с абасидами закончена, то, возможно, Китай перекинется на нас. А если он перекинется на нас, то все будет очень и очень плохо. Так. Вы настолько погружаетесь в свои дела, что даже не замечаете, как придворный лекарь вошел в ваш кабинет. Посадник. Вы были здесь всю ночь. Нельзя столько работать. 30% то, что получим стресс. Или же... Получим модификатор на расслабоне плюс здоровью. Стресс? Нет стресса. Замечательно. Так. Тысячский ярополк обращается к вам с предложением купить у вас небольшой участок земли. Нет. Ничего я продавать не хочу. Так. 9000 франков. Находится в северу от нас. Будут ли они предпринимать какие-то более-менее активные действия? Я думаю, они будут предпринимать, но спустя какое-то время. Да, вот они уже идут к нашей армии. Здесь нужно снова пораставлять полководцев. 28, 24, 24. Сойдет сгодится. Ставим всех полководцев вот таким вот образом. И снова готовимся приходить на помощь нашим войскам. Благо, опять же... Так. Пакты нападения. Спасибо. Не хочу. Франки нападают через реку. И прибудут они 10 и 15 декабря. Декабря 8 уже можно будет идти. Они отступить не успеют. Так. Отлично. Ха. 4000. То есть какие-то 4000? Четыре человека прибудут. 15 декабря. Сильная помощь. Массивная. Так. Давайте в бой. Вот. Предходит еще 10 тысяч. Чего я в принципе и ожидал. И сейчас мы должны по идее просто аккуратно принимать армию франков на их территории. Так. Аккуратно. Одного за другим. Потому что франки, они боты. И они скорее всего умно поступают. И будут просто сливать свои армии по одиночке. Так. Армия вступила в бой. И где-то у нас началась. Простите, что не прочитал. Танцующая лихорадка. Да. Вот она. Вот она. Пляшущая чума. Если быть точнее. Пляшущая чума, также известная как пляска святого вита, распространяется повсюду как пожар. Вероятно, этот недуг вызван массовым отравлением. Спорни. Ёй. 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 Ладно, не суть. Это далеко от нас. Но армию в эти провинции лучше не ставить. Это вдруг у нас немного того. Генерал начнут танцевать. Им будет не до сражения и все прочее. Так. Здесь. Учитывая то, что противники нас превосходят. Мы их все равно выигрываем. Но. Подмога никогда не бывает лишней. Счет уже 25% в нашу пользу. Это замечательно. И это превосходно. Тем более, здесь на окраинах собралась наша армия вотчинная. И мы ее также, разумеется, пустим в бой. И смотрите, что происходит. Король Дезидериус II объявляет войну в поддержку претендента против нас. Так. Это уже замечательно. Это уже интересно. Ты кто такой? И... Сражение за великий город. Десять тысяч. Серьезно. Десять тысяч. Пятьдесят шесть тысяч. О чем ты думаешь, Камикадзе? Ты думаешь, что мы отличаемся на франков и не сможем с тобой справиться? Итальянец. Фигов. Мы с тобой справимся. Мы с тобой справимся. Ну, две войны попутно. Это будет гораздо интереснее. Однако. Какое-то такое чувство не подсказывает, что сейчас нам могут и третью объявить войну. Какие-нибудь византийцы или какие-нибудь аббасиды. Почему нет? Тем более, мы тут с ними каким-то образом граничим. Судя по всему, мы вместе с Грецией получили эту провинцию. А может и нет. А может и да. Ну, кому она принадлежит под Июре? Не под Июре, а в настоящий момент. Ну да, она принадлежит Греции. Да? Да. Так что ждем, возможно, еще одной войны. Возможно, не ждем. Точнее, возможно, и не будет. Возможно, будет. Но ее в любом случае нам не помешает ожидать. Мы, конечно, скорее всего, выиграем войны. Тем более, уже с франками война практически выиграна. Быстро. Даже слишком быстро. Как говорится, не почувствовали. Так, присоединится к войне. Ты кто такой? Ты наш друг из династии Де Контабрия, которые до этого правили где-то в Испании, ну и по сути дела сейчас. Правят где-то в Испании. Ну, хорошо, замечательно. Давай ты нам поможешь в нашей войне против своего же Сюзерена. Или... Или мы тебя позовем в войну против Италии. Или тоже Ломбардии, как ее тут называют. Не знаю. Не знаю. Посмотрим. Так, шанс получить общительного 45% и 45% шанс получить застенчивого. Не знаю, кто выберет застенчивого. Я выбираю общительного. И мы становимся общительным, что, в принципе, замечательно. И, в принципе, превосходно. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Паркуя бы и не па. Так. Давайте. Граф присоединяется к войне. Присоединяется к войне. Стоять. Он... Хм. Хм. Надо было прочитать полностью. Так. Защищается в войне. Ладно. Так, стоп, 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 стоп. Франки, вы что тут приплыли к нам? На корабликах? На корабликах вы к нам приплыли. Ну, давайте мы с вами поздороваемся. Поздороваемся. Так, ребятки, иди сюда. 4000 мы направляем здороваться с этой французской армией. Хотя, невозможно, просто пришли. Я их не заметил. Скорее всего, этот вариант, то, что я их не заметил, они просто пришли, более-более реален. Так, ребятки, давайте идите на штурм. Везде? Не везде. Только в трех провинциях. Так, замечательно, замечательно, замечательно. 98%. И как-то, как говорится, не почувствую. Надеялся я на... Так, стоять, 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 стоять. Надеялся я. Вот, вот. Враги не дремлят. Вперед, ребятки. Что тут по командирам? Ё-поросоты. Один командир. Вы что, серьезно? Так, быстро. Все. Вперед. В атаку. Помогать нашим армиям. Благо, они у нас сражаются с плюсами. И мы побеждаем в данном сражении. И на этом даже закончится, скорее всего, данная военная кампания. Мы только пересекли границу Францкой империи. И уже, по сути дела, война закончена. И мы получили свое распоряжение. Францию? Из Ви... А? Я скажу больше. Мы получили больше, чем просто Францию. Мы получили здесь каким-то образом земли, здесь каким-то образом земли. А... Возможно, потому что они находились в вассалитете. Но с другой стороны... Черт подери. Нам же показывалось то, что мы получили только вот этот огрызок. И вот тут. Небольшой огрызок. Ну что ж, получили больше. Я не против этого. Пускай. Я даже за. Но в таком случае мы разбираемся с ломбардей. И 12-минутная серия это как-то слишком мало. Поэтому почему бы нам не поступить как истинные камикадзе. И не объявить войну вот этому вот человечку. Генералу-наместнику. Я не знаю, как он на это отреагирует. Мы просто будем воевать со всеми, с кем только можно. Но... Так, сначала нужно закончить войну, чтобы у нас появилась возможность объявлять войну. Так, ломбарды. Давайте мы с вами расправимся. Но прежде чем мы с вами будем расправляться... Так, мы владе... Владеем. Ну да, владеем. Не владеем же. Торговым союзом Франции. И его мы отдаем кому? А его мы отдаем Москве. Почему бы и нет? Так, торговый союз Франции, включая все низшие титулы. Да? Или не да? Я думаю, не да. Да. Так, чем вообще владеем? Мы... Мы, по сути дела, ничем не владеем. Никакими замками, никакими городами мы здесь не владеем. Только непосредственно... Ну, непосредственно самими провинциями. И все. И все. Так что низшие титулы я отдавать и включать пока что не хочу. Просто пожалуем титул торгового союз Франции. Отправляем. Отлично и замечательно. Здесь почему-то не перешел под воссалитет. Ну и ладно. Ну и пускай с тобой что-нибудь придумаем. Так, что касается здесь. Когрест-Леон. Любые предыдущие обладатели всегда. Интересно, в условии, интересно. Так. Что это? Рыцарь Сантьяго. Тевтонский орден. Только что был основан орден братьев немецкого дома Святой Марии в Иерусалиме, и католическая церковь в лице. Да-да-да-да-да. Так. Немцы, скорее всего, образовались потому, что мы завоевали часть провинции, принадлежащей Германии. А рыцари Сантьяго образовались потому, что мы завоевали часть провинции, находившихся в Испании. Тревожно? Тревожно. И еще и рыцари Калатравы появились. Замечательно. И превосходно. Точнее, по-моему, Калатрава Испания, а Сантьяго кто-то другой. Но я опять же могу ошибаться. Опять же, я могу несколько ошибаться. Всем, люди, всем ошибаемся. Так, армии делим на равные части, чтобы они не истощались. И эти равные части направляем на борьбу с ломбардей. Так, идите сюда. Идите сюда. Не, даже вот так. Сюда. Сюда. Здесь болячка идет. Да, здесь болячка идет и распространяется. А как она распространяется? А вот так. Она распространяется. Так что на этих территориях лучше бы нам вообще не задерживаться. И идти сразу же на территории Италии. Вот такими вот обходными путями. У нас, конечно, сейчас превышение вассального лимита. Что достаточно неприятно бьет по нашей экономике. Хотя она и так сильно страшная и непобедима. Но мы это пока потерпим. Потом уже после данной войны будем разгребать эти дела. Так, давайте посмотрим, если мы просто выдвинем требования, то получим столько-то. Если мы заключим белый мир, то получим столько-то. Нужно ли нам 596 монет и чуть больше престижа? Я думаю, не нужно. Так что выводим на белый мир, чтобы как можно быстрее завершить эту войну. И перейти к Китаю. Не знаю, выиграем мы вообще войну с Китаем или нет. По идее, как только мы нападем на этого самого генералиссимуса-наместника, который там сидит, то нам и китайцы объявят войну и пришлют ему помощь. Так, давайте штурмом. Здесь замок. Здесь штурмом. Здесь штурмом. Так, китайцы сидят. Китаец есть. Китаец есть. Китаец есть. Китаец есть. Да, все замечательно. Все по красоте. Здесь мы наблюдаем за нашими противниками, чтобы они не сделали никаких опрометчивых действий. Ничего, сейчас не хочу строить уже. И происходит русское восстание религиозного течения. Буддизм. И где оно происходит? И оно, разумеется, происходит на... Ёпарас, это тихо стоять. Не успеваю даже сказать ничего. Так, происходит на территории... Волжской Булгарии. У которой мало сил. И которая ничего не может противопоставить своим противникам. А это значит что? Правильно. Это значит нашей армии придется сейчас идти туда и разгребать все сложившиеся там дела. Так, тут болячка что ли какая-то? Нет, пока еще не подошла. Пока еще здесь все у нас тихо, мирно, спокойно. Так, давайте белый мир. Завершать войну до победного я не особо горю желанием. Так, замечательно. Теперь армии возвращаем на родину. Пускай они сначала встанут на наши земли, потом мы их уже распустим. Так, наложница беременна. Она нам скорее всего изменяет. Ну да ладно, пускай. Пока что мы на это никак не реагируем. Бойска, давайте, отходите. Поражение. Давайте, ребятки. Раз-два. Раз-два. Так, все на нашей территории. Распускаем наши вочные войска, наемников и гвардию оставляем. Здесь у нас лимит все еще превышен и мы не можем, как я понимаю, вот этих вот людей отдать нашему новому правителю Франции. Так, нет, передать вассала. Так, передать вассала. По религии. Католики, католики, католики. Нет, не по религии, а по значимости. Так, вот есть католичка. Передать вассала, затем снова передать вассала. Так, где-где-где-где-где-где-где-где-где-где, значит, наставника. Элфорас, это я опять потерял. Так, вот, снова передать вассала. Так, снова, вот еще один католик передаем вассала. Так, снова передать вассала. Ну, сейчас доведу я, так скажем, до более-менее нормального лимита. Так, еще троих мы передадим, чтобы у нас по денежкам не было просадок. И пускай вот наш этот друг с ними уже разбирается. Так, ну и крайнего. Так, передать вассала. все передали замечательно и превосходно поражение не поражение здесь поражение здесь нас просто грабит ну и пусть ну и пускай ну-ка а теперь китаец наш друг китаец мы тебе можем обвить войну священная война за тебя поддержат буддисты ну-ка а здесь мы можем так набег на империю дзынь вторгнуться в империю дзынь вторжение в китае не такая простая задача как может показаться вы столкнете с огромной армией скорость выполнения получения снится 65 процентов победа означает что ваша династия займет трон китая вы получите массу военных трофеев случае поражения ваша страна будет расколота ну вторгаться в империю это себе дороже учитывая то что в китае сейчас золотой век и политика экспансии там появится где-то полмиллиона бойцов я так предполагаю и они нас просто размотают здесь точно мы ставим камикадзе и у нас ничего не получится а если мы сделаем набег так это решение забу временно заблокируют все взаимодействия типа сделать подношение попросить дар до тех пор пока набег продолжается еще следующие пять лет после вы потеряете милости получите добычу но часть ваших войск будет занята грабежами это как я понимаю мы просто получим модификаторы и все прочее а этого не хочу я этого не хочу так что пожалуй мы просто объявим священную войну китаю ну и посмотрим на что эти китайские армии способны друг действительно китай просто возьмет и призовет ну не виду протекторацию возьмет и призовет свою армию с китаем и мы поздоровимся с ними они дадут нам леща и будет немного обидно нам за поражение но мы хотя попытаемся их те попытаемся потому что ты уже сказал франков мы вообще как-то не почувствовали как говорится как говорится не почувствовать так по видимо один из придворных очень рассердил мою жену о чем она думает так со с лабиринтом спасибо не хочу так идти их уже можно оставить их на плодилось много поставим пускай пока сами обучаются всему чему хотят и чему чему них лежит душа мы пока их не будем на какой путь верный или неверный направлять так булгар под осадой это понятно давайте войска идите вы в принципе двигайтесь резво бродро и все прочее так можем потерять на всякий случай вложимся в избирательную компанию нас тут наследник наш племянничек немного негр которую я бы даже поменял а то вдруг мы немного откинемся а если мы немного откинемся то все будет очень плохо так давайте поставим вот мстислава нашим наследником так и новое пополнение подумаем от убийства кто такой вот и такой до оксфорд ты откуда и куда ты отсюда и к нам сил у тебя пока что нет на счет ивентов они будут пополняться ну ты нам в любом случае не страшно на тебя пока что не будем общить внимание так еще какое-то восстание где здесь попутно разберемся с ним давайте ребятки раз-два-три раз-два-три бодрым маршем под стул барабанов идем расправляться со всеми из вся так такова цена упадка что случилось славные идиоты что случилось где у вас что бенгальская империя или что ты по всему бенгальская империя распалась немного так у нас следовало завоевал как лидер восстанет ну да раскололась бенгальской империи раскололась немножечко совсем давайте бегать сюда здесь расправились давайте расправляйтесь и замечательно всевосходно выдвигаем требования заключаем в тюрьму дальше движемся на китай как только будем на границах давайте так как только я приду на границу с китая я к вам вернусь чтобы лишнего времени не отнимать одну секунду ну что же уважаемые зрители наши войска долго шли но они наконец-то дошли до границы протектората силы и мы готовы переходить к наступлению и готовы получить лещей от данного протектората если что-то пойдет не так ладно что объявляем войну священную войну за что ну что за что можем вообще объявить священную войну нашим соседям да вот хотя бы за эти несколько провинции священная война за карашар заодно мы получим провинции которые лежат на шелковом пути это значит что правильно а это значит вперед в атаку так май татататам замечательно и теперь только у меня один вопрос наши китайские генералы покинут нас или не покинут нас если нас не покинут у нас будет все просто замечательно и все будет просто в шоколаде если же они нас покинуто будет тяжело но мы как-то будем с этим бороться и справляться так войска направляем по данным маршрутом здесь нашу армию тоже направляем вот так вот и заодно сейчас до все наши точнее наши противники от данники протектората сию и будут ухи опрос а то 92000 бойцов 111 тысяч в общем уху-ху-ху что то я как-то все таки поспешил поспешил и в итоге мы скорее всего сольем ну хотя если так подумать они будут в нашей территории здесь снабжение очень даже плохое и нам останется только одно единственное и это ждать ждать вообще пока не что они будут делать если будут поступать также глупо как стоит 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 снова дело нового сала далее тайного святника вновь назначаем так вот если не будет поступать также глупо и сливаться по одиночке все будет на нашей стороне так вот уже 20 тысяч бегут к нам и я бы предпочел отступить может и здесь 20 тысяч кто знает сколько там еще бойцов хотя с другой стороны и ладно что нам терять давайте вступим сражениям конечно есть шанс то что нас просто шотнут мягко сказали мягко говоря ну да ладно гулять так гулять как говорится командиры стоят самые лучшие итак трусов нет трусов нет ни одного ни одного нет есть не трус прошу прощения один трусишка у нас есть и это китаец так что переставляем вот так вот для пущей верности так получать титул полководца замечательно и превосходно так нет уже 40 тысяч бойцов уже 40 тысяч бойцов у нас примерно границы находится сколько восемь с лишним тысяч наемников ну и наша гвардия составляет примерно сколько наша гвардия составляет ну вот увидите при раскуку бойцов это значит то что нам сейчас будет очень очень больно но раз идем так идем еще не пускали все обгоняют нас по технологии насчет чего не все будет также очень замечательно так войска на отступление все быстро весело и резво быстро весело резво так столица по двору правитель известного как стоп а стрелец по башне его разве соглашался потом не соглашался на стрелец по башне да ладно так ребятки отходим отступаем быстро весело задорно еще раз строительство башни зачем я согласился на строительство кто бы мне это сказал каменщиков приглашаем сейчас все наемники просто разбегутся но и да в конечном счете мы потеряем все и всех на все на мике разбежались мы в огромном минусе и нет эту войну я все-таки не выиграю но так такое я не ожидал ну что сказать в следующий раз знать следующей партии мы точно нападем на китай точно будем с ним сражаться и точно мы его победим и как вариант главной целью следующей партии у нас будет что у нас будет посадить на трон империи дзинь или же просто китая нашу династию но это будет уже как говорится дела будущее так сразу же начались восстание наемников проклятие проклятие так патриарх нам дает денежку потерпели поражение пускай пускай контрибуцию мы судя по всему не выплатили на то что сплотить просто-напросто нечем так здесь с повстанцами мы разберемся остальных наемников мы распускаем чтобы они также не оставали хотя зачем другой стороны зачем все нужно возвращаться я к этому не буду но раз так уважаемые зрители вот так и заканчивается на поражении данная партия хотя с другой стороны она была очень даже неплохой очень даже занятный вообще если судить так по целям данной партии то они были выполнены не все мы конечно завоевали множество земель мы выжили как русская торговая республика мы просто уничтожили скандинавию которая представляла большую часть времени для нас самую главную угрозу ну и собственно мы стали одной из сильных если не сильнейший не считая китая держав в данном мире конечно не приходили еще монголы не приходили еще отстыки но что касается монголов если пришли монголы они бы напоролись на протекторат сиюй а если бы не напоролись на протекторат на протекторат сиюй то это было бы то еще рубило это было то еще месиво но с другой стороны от стеки от стеки вот с стеками было бы на мой взгляд уже интереснее но играть еще 300 лет до их прихода но не 300 сколько 200 250 нет примерно столько я как-то не намерен хочу уже приступить к какому-нибудь новому прохождению вообще как я уже говорил по целям мы не достигли по сути дела самой главной цели мы не обратили свое государство в маздокизм просто потому что он у нас не появлялся у нас был зороастризм у нас было финское язычество у нас тут было что славянское язычество до сих пор осталось тут было много чего но маздокизма так и не появилась поэтому мы остановились носок на маздоизме что у нас по культуре как пример по культуре по культуре у нас множество провинции оборотилась нашу культуру хотя некоторые провинции все еще принадлежат к эстонской культуре потому что здесь правители по сути дела эстонской культуры большая часть скандинавии стала русской культуры за исключением здесь пары провинции как что извините индийская культура вы серьезно русская культура так стоять какое-то время здесь правил индус посадник датхопат датхопатиса мудрый и обратил данную провинцию в индийскую культуру неплохо индийская культура в скандинавии что может быть лучше и что может быть интереснее ладно тут еще осталась польская культура литовская культура хазарская греческая и так далее и тому подобное ну как-то так и как-то это как я уже сказал данная партия на мой взгляд была достаточно интересная и ну по сути дела для меня это было самой интересной партии из тех которые вообще играл интереснее было только одно из моих прохождений которые были на записи были давно когда еще не снимал это было прохождение захазарской ганат когда просто устраивал вторжение в индию создавал свое государство ну и делал вещи другими словами ладно а прошлом вспоминать не будем будем смотреть в будущее и относительно следующей партии какой она будет уже поступало несколько достаточно интересных предложений даже несколько а много интересных предложений которые я хотел бы реализовать очень хотел но на все у меня не хватает времени по крайней мере до июля точно поэтому следующая партия будет на следующие прохождения будет только одно не два и не три поэтому пожалуйста уважаемые зрители в комментариях под данной серии выскажите свое мнение что вы хотели видеть в качестве следующей партии с модом не с модом ванильную версию не ванильную если ванильную то в каком регионе за кого если с модом то опять же в каком регионе за кого мне будет интересно почитать ваши предложения и прислушаться к вам ну и в принципе это все что хотел вам сказать и я буду с вами прощаться уважаемые зрители до встречи в следующем прохождении или даже нет до встречи в архаммере где мы будем продолжать покорять старый свет точнее приносить его в дар древним и старым как мир богам хаоса до свидания